Украинцы сейчас массово погибают, то есть русские, конечно, погибают тоже, но трагедия для вас и реальность для всего остального мира заключается в том, что Тараса заканчивается раньше, чем Иванын. Просто математика так устроена. Вы сами любите повторять, и на эфирах у Марго, это можно услышать регулярно, о том, что вот мясные штурмы, о том, что Путин не считается с людьми, относится к ним как к мясу. Вот когда вы все это произносите, это вас должно убеждать ровно в противоположном, совсем не в том, в чем вы так убежденно сейчас пишете вопросы в эфир. Это вас должно убеждать в том, что Путин за ценой не постоит, а раз за ценой не постоит, то у вас карты не складываются. Вот не складываются они. Понятно. Ну, потери Российской Федерации, они чуть ли не в два раза больше, чем у Украины, это во-первых... И даже при таком раскладе не складывается, при том, что я абсолютно... А во-вторых, Российская Федерация вынуждена технику у Северной Кореи замыкать советскую. И все равно не пьется. И все равно не пьется. Скоро штурмовать, ну, как бы скоро... Они Бахмут брали сколько месяцев? Полгода, да? Примерно столько, чтобы Украина Авдеевку только Бахмут взяли. Время времени, когда Российская Федерация будет брать Полтаву, они это будут делать с черенками от лопат. Потому что производства в РФ как бы нету, они еле-еле ланцеты-пинцеты наладили как бы себе. Мартов, причем, по чем копиум для народа? Ну, я как бы хуй знаю, у Украины сейчас тупо танков больше количественно, чем у РФ. Буквально. То есть, ну, якобы хуй знает. Это при том, что превосходство изначально было несравнимое на стороне РФ по количеству танков. Было даже не рядом. Они просто все просрали, как бы. Часть этих танков как бы теперь просто как бы, ну, спишена, по сути дела. Потому что они их оставили. И они теперь как бы, ну, на вооружении Украины. То есть, ну, я, я хуй знаю. И чем РФ-то как бы воевать будет через пару лет? Я не очень понимаю. Ну, ладно.